Прибор, позволяющий определить место утечки на магистральном трубопроводе, одно из спецсредств, которыми располагают сотрудники компании «Энергопромресурс». Это устройство необходимо и во время проведения гидравлических испытаний, и при выполнении работ по устранению аварий. С его помощью с точностью до метра можно определить место порыва. Это сам прибор, его включаем. К нему необходимо подключать специальный датчик. Как раз-таки он распознает шумы. При помощи этого прибора мы ходим, слушаем по трассе, переставляем вот этот датчик. Мы определяем, где максимальные шумы. И, соответственно, в этом месте у нас располагаются утечки. В нештатном формировании «Энергопромресурса» 5 звеньев, в каждом по 5 человек. Их основная задача – обеспечение бесперебойной подачи тепла и воды горожанам. Если у нас возникает аварийная ситуация в зависимости от, скажем, сети, на которой происходит та или иная авария, мы уже по направлениям делим и берем специализированное звено на устранение конкретного вида аварий. Оснащение нештатных формирований городских предприятий, а также знание ими основных задач и порядка действия при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил руководитель штабной тренировки, первый заместитель главы администрации города Алексей Рябов. В смотре участвовали команды 12 предприятий, которые в случае ЧАЭС будут устранять последствия аварии и обеспечивать жизнедеятельность Заречного. В рамках штабной тренировки в Заречном был развернут и пункт радиационного и химического наблюдения. В нем работали химик-лаборант, техник по радиационным измерениям и командир. Пострадиационное химическое наблюдение оснащен прямо показывающими приборами, которые определяют непосредственную концентрацию вредных веществ в воздухе. И предусмотрен отбор проб воды, почвы и воздуха и транспортирование центра гигиены. Действие всех приборов было продемонстрировано во время проведения смотра. В их показаниях отклонения от норм зафиксировано не было. Подразделения технические готовы к выполнению задач. Мы как бы это увидели. Люди все обучены, знают те задачи и функции, которые перед ними стоят. И машина, и техника, и инвентарь имеется. Поэтому в случае необходимости каждый из них готов выполнить ту задачу, которая будет поставлена. Во время проведения в Заречном учении городского звена государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе состоялись и теоретические, и практические мероприятия. Завершится штабная тренировка сбором руководящего состава гражданской обороны города, где будут подведены итоги и дона оценка готовности городских подразделений к действиям при возникновении ЧАЭС. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».